всем добрейшего утра друзья всем привет в общем подъехал с той стояночки там вот дальняя сейчас покажу вам в общем к сортиру тут привели себя в порядок но очень потихоньку выезжаем развернемся такая интересная заправка непонятно как куда и туда и сюда ехать надо непонятно чем местная под кирпич выезжает на чтоб не объезжает заправку я не знаю я местно или нет вон дима за стоят фуры кстати это вчера мазаете стояли не стояли а я их обгонял после солигорска как этот были на городе что они там у одного какие-то проблемы с тормозами или чем в общем они его там что-то за ним ехали тянулись тянулись и сейчас утром вечером они приехали я видел как один хотел заломаться стать но что-то опять там воздух у него отрыгнул и он короче утром будут делать только что они я там пока кофе пил солярку малярку качал они там этого маза доделывали делали или переделывали на вашему там витрила прям витрила капец какой но переночевалась нормально стал специально той стороной где ветер в бок поддувает правый отсюда ну и все на улице сейчас это плюс один интернет показывает хрен его знает правда или нет спасибо тебе ну он показывает 79 километров это если не доезжая пинска уйти налево и огородами там какими-то не знаю так поеду или поедем по прямой а там уйдем налево на пинск тоже непонятно пока посмотрим я вспоминаю там дорожку такую я ездил там тоже много населенных таких вот прыг-скок но и через сам пинск ехать там тоже сами понимаете полицейские на полицейских лежачих там так справа никого слева слева никого выезжаем ну и что вот за эти видите вот и перемётики я так понимаю ночью поддувала тоже погодка так себя он там черные тучи где-то он идут на улице плюс один показывает но видите как переметает потихонечку и тут вот гололёдик ну поедем потихонечку чтобы как говорится аккуратно пока роли грузится вчерашний вот сегодня уже еду это вчера что ехал загрузим вечером вам выложим глянете там глянете оцените палец нажмете туда-сюда надеюсь ой в общем как-то вот там увидите что творится чем ладно мы потихоньку поехали до пинска все-таки днем легче ехать правда чем когда в темное время суток ямки видны дорога видна все видно блин ночью конечно капец ну и воробьев прям воробьев почему-то на дороге вчера целый день они на дороге на обочине сидели со всех сторон и сегодня они сидят на обочине почему непонятно есть у меня горю мысль что это букашек их по сдувало там с деревьев но это не точно все ладенько друзья поскакали потихонечку но зарится опять саритики и переметы такая погода весна так сказать чем остановился тут этот дворец так называемый дворец дворец хреново знать еду бух-бух-бух-бух что-то у меня думаю не понял ни хрена чуть такое чуть камеру не выскочил думаю пойду посмотрю оказывается когда выезжал со стоянки мне льдина заскочила между спаркой и все я щас еду на тух-тух-тух-тух-тух-тух-тух-тух боже думаю что в чем дело я надеюсь что ничего не случится но я ее просто достать не смог а надо было взять какую-нибудь кувалду и разбить лана сейчас остановимся сделаем не подумал сейчас возьму у меня есть молоток здесь лежит возьму молоток не пойду разобью и точно халава видите с утра совсем херово это я думаю еду позже что ляпает пошел колеса проверил все смотрю а там литина прямо такая вот она слышно как она тут было как-то камень залез но тоже где я ехал москве когда выгружал окна в самой москве тоже выехал бахала глянула там камень он еще только за лет выдернула вода и все точно возьму сейчас молоток пойду разобью вот он сидит вон он красивый блин а как его достать я же молотком не достали здесь этот здесь рукой не достанешь в общем она сейчас попробую его как-нибудь раздолбать если получится может отсюда и отсюда не получится надо в дырочку нормальный будем пробовать двумя руками только надо ну ни хрена его достать не могу он туда так плотником заскочил машина груженая разбила вот там на одну кусочек отколол на две маленьких хай мотыляется пока он тает в теплых колесах где-то можно выскочить ладно поехать будет пока стучать по крайней мере причину нашли все поехали дальше блин народ а вот и город пинск впереди лежачий полицейский только лежачие полицейские одни лежачие полицейские там правда новый асфальт кладут дома построили новая дага пинску салют вот уж это это новое ли старые дома я тут миллион лет не был не помню даже что здесь новая что старая нам все время прямо все время и потом где-то справа будет я так понял это предпортовая что-то там где эта речка припять и там какой-то в общем где кораблики белорусские увидите а это даже река пина это не припять вот и где-то вон там чернофлотская краснофлотская там даже название всего такие портовая так что поедем попробуем разгрузиться не знаю что по поводу ветра будет как там сказали вроде как вот этими кранами и которые на улице стоят но боюсь что мой тэн будет летать там со всех по всему этому портовому райончику блин это вот построили этого не было потому что вот такой же домик строят до жилой дом я так понимаю да хопа хопа полесь я жил строй строят нормально так с кирпича блин с кирпича дороже наверное чем монолит лиц устроят и это главное раз строя значит есть кому покупать брайна правильно так ладно сейчас у нас круговое движение впереди на одной руке конечно не очень будем рулевать двумя руками ну я так понимаю мы где-то подъезжаем 500 метров мне осталось 600 по прямой все время катимся катимся и кричушки подкатимся кто-то тут и моргает кто-то сюды а что тут так можно да почему с двух рядов чего не сразу изначально с этого ряда стали что-то не очень понял ладно значит так надо но прямо такие домики все старенькие низенькие тут вот везде но это более уже потом построены в какое время не знаю кирпичная я имею ввиду вот эти вот такие двухташки ну и чё тут кофейни мафейни всякое много таких вот штукенции всяких пинск древ комфорт вам улица черния как раз то что мне надо черняховского у меня черняховского один вроде как а чё-то всю двое заезд что ли это я как обычно аку козьими тропами еду интересно он и ворота какие-то есть даже но и мне показывает он все ворота что ли что ли скорее всего что мы приехали по адресу верните на ли берегись автомобиля ладно сейчас будем пробовать заезжать или что там что написано открытое суда будовнича да о то что нам надо ладно друзья будем звонить человеку попробовать заезжать что тут делать куда все друзья меня разгрузили покажу вам что я привозил вот такую болванку нехилую вот такую вот еще пару ящиков было в общем офигеть да 3 тонны весь тут это полтонны где-то грамм 300 вот это ну и плюс zip ящик не знаю для чего это это короче эти я думаю что здесь делают оказывается эти судоремонтный завод офигеть а я что-то с коленом сделал короче не знаю или стал неудачным все не могу не встать и сесть хромаю как хромая лошадь ой бляха на одной ноге ох ты ах как больно капец просто все что выезжаем отсюда с территории сейчас посмотрим где-то можно привстать правда тут везде центр города либо выезжать куда они даже не знаю загрузок вообще отсюда ничего нету абсолютно ничего вот поэтому выезжаем потихонечку где-нибудь становимся еще качаем топливо уже один бак перекачал там были во втором чем у нас один бак топливо остался солярка беда вот ну и будем стоять что-нибудь искать отсюда не знаю ехать порожняком не хочу вообще в общем до обеда постоим точно что-нибудь подождем а вдруг что-то выскочит вот такие дела ладно выезжаю отсюда ищу где-нибудь место где можно пристаканить в общем поеду я тут есть лукойл в сторону столина нам не в ту сторону но тут больше стать то негде в общем поедем где знаю посмотрел я узнал что там есть лукойл на котором я когда-то заправлялся что я взял в общем полтора километра два осталось и все эй у меня главнее пацаны ну а нам сейчас вот на эту главную улицу по которой я сюда ехал и направо и все через мост переезжаем рыбацкие рыбацкую речку как она речка где рыбка ловится пина она а дальше будет слева припять как-то на припять съездить хоть это самое хоть эту рыбку словить нормально чтобы понимать как она выглядит было бы приятно конечно ай блять колено вообще пипец и главное что к чему не мог фига понять не могу вообще залез залез крышу сдвигать не то стал неудачно не то что вроде с утра вообще проблем не было и бац и все и спрыгиваю не могу ничего колено прям выворачивается ах ты ёкарный бабай а он альфа банк альфа банк а может и мне блин этот самый надо банкомат был бы на всякий случай так сказать так ладно что поехали блин ну вот тут прям красиво все в пинске культурненько и нам вон туда на мост так как с какого ряда здесь можно куда ехать я что то не соображу только с того по моему с одного да чуть левее в общем а я мог выехать если бы я там сразу повернул направо я так понимаю вот отсюда откуда-нибудь с под моста вот где легковая выезжает река пина да да я смотрю там кораблик ну такой плавает я называю кораблик конечно вот он видите судоремонтно где я был вон эти верфи стоят и они сейчас там спускали где-то плот а где он я его не вижу отсюда где-то сказать плот спускаем на воду и отправляем и он пойдет типа уже выполнять свою функционал где-то у нас же есть где-то плоты ну кстати он был очень большой судя по всему что на нем можно ну машины и грузовики какие-то ну не фуры я думаю но нет нет да грузовичок такой как мой может заехать в общем вот здесь вот лукойл будет надежь интернет будет замрем и постоим блин больше в городе стоять негде можно было конечно в портофлоте постоять но мы лучше как-нибудь тут на оршипе так сказать но видите киа разливы уточки плаваю это брест облгаз нам не сюда вон он алсулу бойлович заедем уже сюда где-нибудь постоим ладно друзья все заскакиваю и пока отдыхаем в поисках в надежде что вдруг что-нибудь все таки будет туда к фури поеду стану и буду стоять до конца маршрута 100 метров будем стоять возле фури вон даже биотуалет есть вон там видите вон опа ну так на всякий случай вдруг кому надо бы вот здесь таки будем стоять кайфуем ну что друзья время уже без двадцати час вроде какую-то загрузку нашел и то не отсюда с микошевич полтора часа ехать до микошевич в общем обедаем бомжа колбасы кусочек пьем кофе и выскакиваем на микошевич сейчас мне должны прислать заявку вот подтвердить все это они вроде подтвердили все нормально но сейчас посмотрим как что будет вот должны там проплатить за этот груз или что я таки не понял в общем какие-то мешки будет три тонны и завтра в заславле надо будет выгрузиться так что поставки вроде неплохо договорились так сказать посмотрим как пойдет в общем вот такие дела так что мне приятного аппетита вам приятного аппетита кто кушает вот сейчас 15 минут 10 обедаем и ну конечно подождем заявку может я уже тороплюсь заявка будет и выдвигаемся так ну что друзья все я уже поехал не мог там раньше включиться с выезда да и хрен с ним едем опять по той же улице где выезжали в общем 95 километров нам до этого завода какого-то летим туда а что так можно ездить да через сплошняк вон пожалуйста я иногда смотрю на это все и вот не могу понять а чё так можно наверное можно в общем поехали полтора часа ехать час двадцать показывает но посмотрим как там будет в общем вообще должен был ехать уже минут как 20 мне обещали прислать заявку и до сих пор нету я позвонил говорю вы заявку будете присылать мне ехать или нет да да езжайте уже у директора на подписи заявку а ну хорошо ну и все а вон минск пинск пожалуйста на минск повезут людей видите в каких тачках возят свеженькая вода правда уже он весь гнилой боже мой и на летней резине вот ребята торопятся видите спереди лысая зимняя стоит а сзади лысая летняя пожалуйста говорят что хорошо зарабатывают маршрутки надо новые машины покупать короче я так понимаю этого марса перекрасили потому что он вон внизу он там все гнилое в нем вообще гнилое его видно красили уже не один раз он даже разноцветный какой-то двери отличаются то отличается а вон мне прислали заявочку все надо быть 14 00 14 30 все если бы вы мне раньше написали мы так бы и были но мы так и будем так что вату катать некогда асу пол полетели в пинску пока ну или привет как правильно в общем ладно поехали так друзья ну что мы уже подъезжаем где-то это это деревня сенкевич и по моему мы будем ехать прямо и должны попасть на этот заводик вот вот ямки 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 нормальные домики есть местами обкладывают вон кирпичом тудем-сюдем асфальт пожалуйста по деревне вот держитесь левее трохи неровные но все же один километр 500 метров так прямо один километр мы должны попасть к воротам потеплело сегодня потеплело ветер есть но не такой стал порывистый чуть-чуть подстег он как бы есть но уже так нежка мутает это агрогородок какой-то наверное я смотрю тут все так живенько белпошта пожалуйста домики заборчики все такое ну прям не деревня деревня прямо такое даже лежащий полицейских есть павильончики какие-то чем-то приторговывают табакерка даже есть елки-палки ни хрена себе ни хрена себе да ёб твою топ твою блядь одна яма и та моя Беларусь банк ну и снега тут царите видите тоже накидала вчера прилично еще не растаяла блин я надеюсь я правильно еду почему если там производство то нифига дороги такие не расчищенные толком всякому тут их чистить вчера ехали дороги даже не посыпали не чистили эти переметы ну видите пошла погода в плюс и потек снежок потек а вон я уже вижу железнодорожный переезд какая-то буква на крыше желтая крыша да мне таки говорили через переезд там будет проходная проходная на месте что это за рыбацкие тут эти самые главное чтоб ямы не было поверните направо вон туда вон туда почти у самой цели через 200 метров по мне иногда можно часы сверять во сколько вы будете в 14-30 пожалуйста точное время по раму так 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 но показывает сюда или мне заезжать на загрузку надо тут все на замках а что-то хрен его знает или вообще куда надо сейчас в общем охрана ладно сейчас спросим куда нам полимер вроде все правильно вы приехали за что люблю свою работу работа на природе смотрите какой кайф просторы родины короче грузимся два ангара руками в мешках там мешки хер знает где лежат лежат два человека носят а он какой-то домик в елках прикольно прикольно ну на что я ждем сейчас я так понимаю накидает на задницу потом кто-то залезет будет складывать ладно что друзья ждем ждем загрузят я думаю часа полтора не меньше забираем документы ездим в минске завтра утром выгрузка в заславле леденец на работе это всегда радостно так ну что друзья поработали на природе пора пора ехать сторону дома без 15 4 сначала два мужичка носили один там прямо отец такое же потом пришел еще один а потом уже под конец и еще и вообще быстрее пошло в общем когда было уже четверо тогда быстро пока они вдвоем убирали носить далеко как бы торопиться некуда я им сказал курить и курить и мальцы отдыхается моя нахер эту физкультуру вот все 250 мешков с какими-то пласти отходами пластмассы я не знаю что тут делают уже какие ящики делают для овощей и какие-то поломанные там перила или чо их там молотят и потом в эту труху и очень хорошим людям потом продают они потом что-нибудь с этого опять и льют делают ну в общем как обычно круга оборот бизнеса ёпта чё за ямка все выезжаем сторону дома сейчас где-нибудь хочу кофейка пил вроде в обед вроде и пил в обед а все равно еще хочется о сенкевича видеть ну движ миш есть это работа есть смотрю может она там не высокооплачиваемая конечно скорее всего но все равно это домики аккуратненькие все культурные все аккуратно газ есть а это электро счетчик пардон обманул ну газ должен быть такой деревне или тут газа нету ну вижу печки у всех вот эти пристройки рядом где вот как трубы для котлов не вижу мне нету газа стоит он ящик для газовых баллонов поэтому газа скорее всего здесь есть че нема не вижу ни в одном доме подводки газовых труб ничего так что скорее всего отопление печное ну реально не вижу но здесь здесь тоже непонятно а уву какой самоделкин едет гляньте шоуах полина как он был наваливает здорово блин вот интересно газ если или нету вот я не вижу ни в одном доме поду значит на раз все-таки нету вот стоят баллоны ящики два баллона ящик по два баллона и так почти в каждом дворе значит пока нема что поехали микошевич и налево где-нибудь все-таки там должна быть заправка вот налево уйдем не помню это далеко или нет беларусь нет надо остановиться кофейку какой-то или кефирчик а что-то мне понравился кефирчик прямо засадил бы пару стаканчиков и едешь кайф а главное что это для здоровья вроде как хорошо ух ты я же не просил меня помыть юг там была ямка скорее всего похренеть охолонул маленько ну уж ладно погнали вымазал так куда мы едем никуда это город старробин заехал на заправочку взял кофейку сходил в тубзик бу на улице в такой ветер в тубзик опасно ходить вот сейчас такую картину заезжает такой чувак ну такой мажористы на мерседесе такой весь одет ну прям ну вот прям iphone iphone у него все на касса дает 12 рублей двадцать одну копеечку и говорит дизелька горит надо мне 5 литров жизнь дала трещину я понимаю почему он может быть так заправлялся скорее всего дотянуть до вечера там должны подвести горючее вот тогда как предположение скажем так так ну что поехали дальше молодец слава богу снега нету ничего нету сюда морозку то там градусов 10 обещают минске правда неправда завтра узнаем мне уже за выгрузку на завтра хотят на пол одиннадцатого потому что там человек который будет выгружать он тоже с рейса приедет типа должен разгрузиться и к этому времени приехать чувствую меня завтра там оттянут ну ладно надеюсь что они меня разгрузят быстро сказали вроде как кара есть на поддоны будут складывать из кузова сразу чик 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 то есть не руками носить в общем завтра посмотрим но ничего не сделаешь блин хотя сразу люди ничего не говорят ни о чем не договариваются то есть как бы ставят перед фактом и все что надо бы вот так ну как бы женщина такая нормально милая женщина позвонила попросила хренов в общем сейчас пока сижу обзваниваю работу на завтра может какой-нибудь пока толком вообще ни хера нету блин такие домики тут стороне не стоят из той стороны красивая стоят домики и с этой стороны красивые домики стоят всякие большие очень большие охренеть какие большие ну всякие но приятно молодцы люди видно сразу что работали заработали построили я так не могу у меня зарплата маленькая блин когда уже большую зарплату платить будут хрен его знают такие блин дворцы ларцы конечно круто круто ладно все подобрали слюни поехали дальше вперед друзья и вкатились город герой минск все нормально добрались успешно время 1830 принципе все по графику ставим леденца и завтра едем на выгрузку попросили пол одиннадцатом мы посмотрим как будет ехал искал работу назад он что-то вообще все как обычно заявок вроде по прибавилось вроде как прибавила стала и гораздо больше но они такие же говняные как и были до этого поэтому это все для остальных это пока нам не надо такие на конкретно где люди платят деньги за то что хотят завести свой груз вот это я понимаю вот так что в общем как то вот так так все на этом кино заканчивается вон моя стояночка здесь за углом сейчас еще с братом на рано встречу съесть там нас дела вот и поедем домой так что увидимся возможно еще что-нибудь найдем что-нибудь подснимем короче что-нибудь покажем а пока всем пока